Дорогие земляки Дорогие друзья, о важности здоровья наших девочек. Я думаю, что сегодня очень важно у теле в наших экранах быть мамом, бабушкам и нашим молодым девочкам, которые вступают в такую красивую взрослую жизнь. Аюна Баировна, самый главный вопрос. Что такое репродуктивное здоровье девочек? Как сохранить здоровье наших девочек прямо с самого раннего рождения? Начнем с определения. Репродуктивное здоровье – это состояние физического, умственного, социального благополучия во всех аспектах, касающихся репродуктивной системы человека во всех возрастах. Это самая главная система наша репродуктивная, которая позволяет нам в будущем становиться счастливыми родителями. И заботиться о репродуктивном здоровье необходимо с самого маленького возраста. И поэтому маленьких девочек обязательно нужно приводить на профилактические осмотры. Дорогие мамы, никогда не пренебрегайте осмотрами у гинеколога девочек, начиная с трехлетнего возраста. Вот очень главный вопрос озвучивает сегодня Аюна Баирина. Дорогие наши родители, особенно обращаясь к молодым родителям, мы хотели бы еще раз акцентировать у вас такой вопрос, Аюна Баирина. Какие болезни негативно влияют на возможность стать матерью в будущем? Что необходимо знать нашим уважаемым родителям? Во все возраста женщину, к сожалению, сопровождают различные болезни, напасти, неприятности. И вот у маленьких девочек чаще всего это бывает воспалительные заболевания вульвы и влагалища, это высокий риск травматизации, это могут быть сращения вульвы и так далее. У девочек более старшего возраста, те, которые уже менструируют, это нарушение менструального цикла. И вот здесь, дорогие мамы, пожалуйста, обратите внимание, если у вашей дочери нерегулярные менструации, которые приходят не каждый месяц, пожалуйста, запишитесь на прием к детскому гинекологу. Потому что нарушение менструации, к сожалению, является предиктором, то есть тем фактором, который может негативно повлиять на возможность стать мамой. Айна Балинина, вот можно немного статистики? Вот насколько я последние отчеты читала, что 68% наших девочек страдают нарушением менструального цикла. Это высокая цифра. И вот сегодня, уважаемые коллеги, наша передача как раз нацелена на то, что все это возможно предупредить и, как сказать, остановить развитие заболевания. Особенно если что можно сделать, куда обращаться. Подскажите нашим родителям, нашим молодым девочкам, куда обращаться. Дорогие земляки, вы можете получить консультацию детского гинеколога, обратиться ко мне на прием, позвонив по номеру телефона 55 36 23. Я принимаю в Республиканском перинатальном центре по адресу Солнечная 4А. Большого ожидания на прием у нас нету. Вы можете в течение дня, двух дней спокойно попасть на прием. По поводу заболеваний, к сожалению, да, нарушение менструального цикла выходит на первый план у девочек-подростков, потому как на это влияют современные реалии нашей жизни. К сожалению, у детей в целом возрастает количество заболеваний эндокринной патологии. Это такие заболевания, как ожирение, заболевания щитовидной железы, которые влияют непосредственно на менструальный цикл. Девочки, имеющие избыточную массу тела, очень часто сталкиваются с обильными, нерегулярными кровянистыми выделениями, либо с долгим отсутствием менструации. И все это может в будущем негативно влиять на здоровье вашего ребенка. Я думаю, что Анатолий Байерина, мы еще раз акцентируем внимание, что с этим можно справиться. Да, с этим можно справиться. Самое главное, дорогие земляки, что самое главное, начало лечения вовремя способствует тому, что мы будем здоровы, ваши дети будут здоровы. И вот вы сказали про повышенный вес, про ожирение. Это, конечно, бич сегодняшнего времени. И по отчетам мы видим, что, к сожалению, ежегодно по данным медицинских осмотров в Республике Бряти растет число лиц с повышенным весом. Я думаю, что сейчас лето, видно по одежде, что много у нас, к сожалению, детей с повышенным весом. Вот здесь вот большой акцент, что очень важно комплексно подходить к тому, чтобы были быть здоровы. Вот еще очень важный вопрос, что нужно сделать родителям для того, чтобы вовремя знать основные вот те заболевания у девочек старшего возраста. Мы понимаем, что до 10 лет это один вопрос, надо необходимо обращаться к вам. И возможность, дорогие земляки, есть Республиканский пиротальный центр, главный наш специалист и прием детского гинеколога. Мы специально в Республике Бряти расширяем программу репродуктивного здоровья. И сегодняшняя передача направлена на то, чтобы вы знали, куда обратиться, какие еще есть каналы информации. Подскажите для всех, куда идти. И вот большой акцент на девочек старшего возраста. Девочки старшего возраста приходят на консультацию также к нам. Запросы у них могут отличаться от девочек более младшего возраста. Сейчас не секрет, что многие молодые люди начинают раннюю половую жизнь. Но для того, чтобы обезопасить себя, вам, родителям, нужно провести с ними определенную беседу. Если вам это сделать тяжело по каким-либо соображениям, вы можете направить вашего ребенка к специалисту. И мы проведем консультацию, назначим необходимые обследования, назначим препараты для контрацепции. Мы проведем беседу о том, как нужно будет принимать эти препараты. И таким образом девушка, молодая девушка плавно войдет во взрослую жизнь, не неся за собой какой-то негативный багаж. А подскажите, какие еще есть такие у нас каналы связи? Вы еще мне говорили про телефоны доверия, про те сайты, которых можно посмотреть, всю необходимую информацию. Сейчас же век информационных технологий. Кто-то, может быть, стесняется, у кого-то нет возможности прийти, кто-то живет в районах. Поэтому подскажите для наших зрителей все необходимые телефоны. У нас в Российской Федерации есть единый телефон доверия для детей, подростков, их родителей. Вы можете обратиться по этому телефону доверия с любой возникшей проблемой. Номер телефона 8 800 2122. Также, если вы очень интересующийся родитель, постоянно обновляющий свои знания, вы можете зайти на такие порталы, как «Репродуктивное здоровье молодежи», где можете получить актуальную информацию. Также очень хороший сайт, которым я лично пользуюсь и рекомендую своим пациентам. Это сайт Центра охраны репродуктивного здоровья детей и подростков города Санкт-Петербург. Он называется «Ювента». Он очень меня вдохновляет, сам Центр, и очень хорошо у них сделан сайт. И я очень надеюсь, что нам в скором времени удастся воплотить у нас в Республике такую же идею. А пока вы можете спокойно пользоваться этим порталом. Обязательно пользуйтесь данной информацией. Мы обязательно сделаем такой же сайт в Республике Буряти. Также по поручению главы Алексея Самбуча Циденова мы запустили такой проект сейчас для сельских наших районов. Это пора все знать. Наши медицинские работники, акушерки, акушер-гинекологи пойдут в школы и будут несколько уроков проводить для девочек по вопросам зрелости, по вопросам того, как стать сегодня грамотной мамой, как сделать все необходимое, чтобы создать счастливую, полную семью и как быть здоровой. И самое главное для женщины, женщина – это основа всего. Будет здорова женщина, будет здорова семья, будет здорова вообще все окружающие. Поэтому вот для этого у нас мы акцентируем снимание Союза Баюны, как сохранить здоровье. И по примеру наших территорий, вот таких регионов передовых, как Санкт-Петербург, мы обязательно с ними будем дружить. В ближайшее время к нам приезжает делегация комитета здравоохранения города Санкт-Петербурга. Этот вопрос мы поднимем и будем дальше развивать взаимоотношения и перенимать тут положительный опыт. Еще очень важно, вот я думаю, что Айн Баюна, осветить вопрос, связанный в первую очередь со здоровьем вообще девочки в период уже такого взросления. И что необходимо знать, куда обратиться для того, чтобы сохранить свое здоровье. Понимаем вопросы, связанные с отношениями с молодыми людьми. Вот здесь какие меры профилактики? Что у нас развито в Республике Бурятия для того, чтобы сохранить здоровье и предотвратить различные негативные последствия? Да, я поняла ваш вопрос. У нас в Республике Бурятия отлично работают программы, направленные на сохранение репродуктивного здоровья. Если это девушки молодые, не достигшие 18-летия, они, конечно, пока еще ходят к гинекологу детского и юношеского возраста. Девушки с 18 лет уже посещают женскую консультацию по месту прикреплений. И там они могут пройти диспансеризацию репродуктивного возраста для того, чтобы узнать состояние своего здоровья. К сожалению, болезни репродуктивной системы, они молодеют и теперь встречаются в более раннем возрасте. И поэтому мамам, родителям нужно обязательно дома, потому что воспитание ребенка, да, и касательно вопросов медицинских, да, вопросов здоровья, всегда все начинается с семьи. И если мама скажет, да, что доча, нужно ходить на прием, нужно обследоваться, да, нужно ходить на регулярной основе, ребенок к вам обязательно прислушается. И сколько бы мы с больших трибун не говорили, пройдите обследование, пройдите профосмотр и так далее, все же забота о близком человеке начинается в семье всегда. Да, дорогие земляки, акцентирую внимание, у нас сейчас идет активная репродуктивная диспансеризация. Это для взрослых уже старше 18 лет, поэтому необходимо знать, и это возможно получить в каждой поликлинике по месту прикрепления, так называемая диспансеризация репродуктивного здоровья. Очень важно, чтобы у нас мы смогли вовремя помочь, создать сегодня все условия для того, чтобы в каждой семье у нашей республики Бурятия было желанное число детей, и чтобы было больше. И, конечно, в нашей республике очень много многодетных семей, и мы гордимся нашими многодетными семьями. У нас более 24 тысяч многодетных семей, где воспитываются практически 80 тысяч детей, и нам необходимо, и мы будем создавать все необходимые условия. Дорогие наши девочки, мы обращаемся к вам, Сэн Баевны, и самое главное хотим сказать, что вы берегли себя, знали, что мы, взрослые, можем всегда вам помочь. И добрым советом, и вниманием, и медицинской помощью. С молоду сохраняется ваше здоровье, и сейчас медицина так шагнула далеко, что мы в любой ситуации можем вам практически помочь. Поэтому, дорогие наши девочки, еще раз, мы вас ждем, мы готовы оказать вам прийти на помощь, и будьте здоровы, будьте счастливы, и мы всегда рады вам посодействовать в любой ситуации. Дорогие родители, дорогие мамы, дорогие девочки и девушки, я желаю вам крепкого здоровья, будьте счастливы, берегите себя, прислушивайтесь к себе, и при малейших симптомах заболевания обращайтесь к врачу, мы всегда можем вам помочь.